Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я, как всегда, рада приветствовать вас. И сегодня мы поговорим о ролике знаменитого Дудя. Ну, все, наверное, вы его знаете. К нему приходят знаменитости, гости. Очень интересно. Я люблю этот канал. Не реклама. Сегодня поговорим конкретно о ролике Навальный. К нему пришел в гости Навальный. И мы с Женей внимательно все посмотрели. От начала до конца. Кто не видел, посмотрите. И у нас накопились некоторые вопросы. А был ли мальчик? То есть, а было ли? Было ли вообще это отравление? Мы не можем стопроцентно утверждать, было отравление или не было. Как, например, в ролике с Ефремовым. Был он за рулем, не было его за рулем. Нас там не было. Поэтому 100% мы не знаем. Но доверимся профессионалам. Все-таки говорят, что отравление было. Новичок это, старичок это, химическое оружие такое, да? Взяли пробы на анализ. Сделали в нескольких лабораториях независимых. И определили, что все-таки отравление было. А новичок это или старичок склоняется, что все-таки это новый вид химического оружия. Хочу заметить, что анализ делали в лабораториях, которых всего несколько в мире. А теперь анекдот на эту тему. Просыпается Навальный в реанимации в Германии. Смотрит, над ним стоит Ангела Меркель, склонившись. Он удивился, конечно. Она у него и спрашивает. Ну что, ты, говорят, собрался в Россию? А что тебе там? Он говорит, ну да, собрался. А что тебе там делать? Говорит, обстановка у вас там не очень. Ну мне, говорит, есть к тебе предложение получше. Оставайся здесь. У нас есть бункер. Замечательный, оборудованный. У тебя будет квартира под номером 2. Да есть квартира под номером 1, в которой живет Скрипаль. Ты будешь жить в квартире номер 2. Навальный согласился. Бункер, ночь. Навальный живет в квартире номер 2. И тут он решает пройти в квартиру номер 1 к Скрипалю. Заходит, смотрит, Скрипаль спит. Посапывает, наклоняется к нему. Скрипаль просыпается в ужасе. И Навальный ему говорит, ну что, сука? Ты думал, мы тебя тут не достанем? Как вам анекдот? Этот анекдот показывает отношение, наши отношения к этой ситуации. И Дудь в своем двухчасовом интервью тоже четко показал свое отношение, свое неверие Навальному. И не только этой ситуации, а вообще полностью к его деятельности профессиональной. Ну а теперь я с нетерпением буду ждать ваше мнение. Пишите обязательно комментарии, высказывайтесь, не стесняйтесь. А на этом мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам, как всегда, до новых встреч. Конечно, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока-пока!